О других новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Привет, Дима. Начну с оптимистичной новости. Россия вернулась в десятку наиболее привлекательных рынков мира. Отчет был представлен на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Как выяснилось в результате опроса руководителей крупнейших мировых компаний, наша страна вошла в десятку самых привлекательных рынков для глобального инвестирования. Первое место по привлекательности рынка заняли США, а второе осталось за Китаем, на третьем месте Германия. При этом большая часть экспертов прогнозирует рост мировой экономики в этом году. А в России немало споров сегодня вызвало предложение Федеральной антимонопольной службы. Ведомство фактически обязало аптеке предлагать посетителям самые дешевые лекарства. Например, если пациент придет в аптеку и попросит ножпу, которая стоит 229 рублей, фармацевт обязан будет предложить ему аналог. Тротоверин в такой же дозировке, но за 70 рублей. Цель такой инициативы – остановка вымывания из продажи недорогих лекарств, говорится в документе. Мнения чиновников и простых пользователей интернета разделились. Одни утверждают, что такая необходимость давно назрела и будет только способствовать здоровой конкуренции среди аптек. Другие настроены менее оптимистично и говорят, что это мертвое предложение, а его исполнение невозможно проконтролировать. В любом случае, время для раздумий еще есть. По мнению антимонопольной службы, Минздрав должен утвердить такой приказ к ноябрю текущего года. А тем временем в сети набирает популярность странное видео о работе Оренбургского минсельхоза. Кто его опубликовал, неизвестно, но в самом ролике указывается, что видео рассказывает о рабочих буднях министерства. По сюжету начальство вместе с подчиненными играют в карты на бюджетные деньги, выпивают и вообще чувствуют себя прекрасно. В начале ролика уточняется, что он снят в рабочее время, на рабочем месте, при использовании служебной техники. Возможно, видео было снято, так скажем, для внутреннего пользования, но руководство региона шутку не оценило. И сегодня министр и трое его заместителей были уволены. Может, российским чиновникам съездить на стажировку в Китай? Жители этой страны точно умеют эффективно работать. Сегодня в интернете появилось совершенно фантастическое видео. Китайские рабочие умудрились за одну ночь проложить железнодорожную развязку для нового вокзала в городе Луньянь. Полторы тысячи специалистов соединили три крупные ветки с новой линией. При этом дорога уже к утру была полностью готова к работе. Вдоль нее были установлены светофоры и средства для мониторинга трафика. Как рассказали представители строительной компании, проект удалось выполнить в столь сжатые сроки благодаря грамотной расстановке сил. Рабочие были организованы в семь бригад, которые одновременно выполняли различные задачи. У меня на этом все. Порция самых резонансных и обсуждаемых новостей интернета уже завтра. До свидания.